сегодня через сто лет конечно современное российское государство смотрит на жизнь ленина иначе и в этой связи нам было крайне интересно посмотреть как российский официоз будет отмечать эту дату потому что на самом деле в 2017 году в год столетия великой октябрьской социалистической революции и в 2020 году в год 150-летия со дня рождения владимира ильича ленина мы наблюдали совсем другую картину не совсем не такую как сегодня мы наблюдали буквально свистопляску пляску бесов можно сказать да на экранах наших телевизоров было снято какое-то невероятное количество отвратительных лживых совершенно антинаучных антиисторических документальных проектов да ну например проект про ленина который был снят компанией star media вот я просто вот что называется заткнув но но с прищепкой от брезгливости да и надев так сказать соответствующий костюм да и перчатки можно конечно просмотреть этот самый фильм который демонстрировали по центральному телевидению по первому каналу в 2020 году показывали вот эту дурно пахнущую поделку на где ленин не просто человек заложивший бомбу под россию да ну я думаю что авторство этого высказывания вы легко определите но просто какой-то демон человек так сказать наделенный всеми человеческими пороками человек для которого главное в жизни было насилие вот это какой-то человек и ненавистник какой-то генетический урод да там очень много рассказывается про то что все все большевики абсолютно все да но то что ленин там болел каким-то сифилисом мозга там еще чем-то это вы все уже привыкли вот эти байки слушать по телевизору нет вся партия большевиков состояла из генетически неполноценных людей пораженных всеми возможными и психиатрическими заболеваниями какими какими еще угодно мне просто очень стыдно за ту команду авторов вот этого мерзопакостного дурно пахнущего сериала star media вот это люди которые в общем-то оправдывали свой я даже не могу назвать это трудом это не труд это именно какая-то вот пакостная провокация которая была снята исключительно в целях разобщения раскола нашего общества именно в целях запудривания мозгов таскать населению да по-другому это никак не расценишь и вот команда авторов да это люди которые продолжают работать и на телевидении и в архивах и в федеральных органов исполнительной власти поскольку весь государственный аппарат так или иначе поучаствовал в съемках этой мягко говоря дурно пахнущие антинаучные ерунды да все наши руководители государственных архивов они были причастны к созданию этого я даже не знаю как на продукта на скажем так продукта человеческой жизнедеятельности вот это конечно что-то с чем-то и я сто раз так сказать сказала себе спасибо за то что я не смотрю телевизор какое счастье вот я сейчас по прошествии четырех лет наконец посмотрела так сказать чем пичкали народ российские четыре года назад в год 150-летия рождения ленина чем пичкали народ российский в 2017 году в год столетнего юбилея великого октября мама дорогая это же какой-то ужас что-то вообще не поддающиеся описанию и вот таких мягко говоря проектов да названных документальным фильмом вот обратите внимание да у нас народ он априори верить телевизору всегда а уж если по телевизору говорят что это документальный проект документальный фильм то конечно люди так сказать преисполнены обычно к этому продукту доверием вот на самом деле абсолютно без всяких на то оснований и вы знаете в этом году как ни странно может быть я что-то просмотрела упустила или не заметила но как-то вот не обратила внимание чтобы были какие-то вот такие вопиющие псевдо документальные подделки параллельно показаны я не знаю может быть кто-то меня поправит из телезрителей может быть я действительно как-то плохо отмониторил я телевизор вообще не смотрю с 2013 года если мне что-то сильно нужно я найду это в интернете но вот я прошерстила весь интернет ничего подобного вот этим как бы вонючим залипухам да я не нашла в этом году может быть оно так и есть да более того приоткрою вам завесы тайны некоторые люди из редакции документального кино российских центральных каналов звонили да мне консультировались что именно нужно показать о ленине да что именно из документалистики имеет смысл показать в этот юбилейный так сказать скорбный трагичный день ну конечно я назвала документальную ленту живой ленин снятая в конце 60-х годов к 50-летию великой октябрьской социалистической революции конечно я назвала скажем так пионера российской документалистики да и мировой собственно говоря документалистики дзиги вертова его всемирные известные теперь уже да благодаря российским историком кино киноведом архивистом восстановившим полностью да сделавший при сделавшим пригодным к показу его фильм годовщины революции там ленина не очень много надо сказать буквально в некоторых местах он появляется буквально несколько кадров но эти кадры настолько исчерпывающие настолько выразительны что конечно без этого фильма тоже никак не обойтись но в целом конечно я испытала серьезные затруднения потому что мне действительно было трудно что-то порекомендовать потому что с учетом того огромного количества псевдо документального и антиисторического дерьма которые понаснимали на наших каналах мне действительно было очень сложно что-то порекомендовать внятное вот и может быть слава богу что в этот раз обошлось в общем-то без каких-то новых сфабрикованных пасквилей по крайней мере я их не нашла может быть действительно плохо смотрела может быть вы меня поправите но по крайней мере вот как-то нашла более того поскольку я телевизор не смотрю естественно знаю это все со слов моих знакомых очень многие мне писали в тот день что пропагандистской передачи дмитрия киселева который понятное дело является так сказать рупором кремля и отражает всегда какую-то официозную доминирующую до точку зрения устами дмитрия киселева было сказано немало теплых слов о ленине вот это меня действительно удивило потому что конечно вот такие пропагандисты типа дмитрия киселева и же с ними они конечно могут сказать все что угодно ну собственно говоря отличительная черта любого пропагандиста абсолютное отсутствие каких-то собственных взглядов какого-то собственного мировоззрения вот сейчас возобладала какая-то такая точка зрения в кремле да мы так покажем а вот завтра переменится политическая погода переменятся какие-то тренды да или вектора и мы покажем совершенно по-другому поэтому вот по этим интонациям наших теле пропагандистов всегда можно судить о том какие в кремле настроения ну